Здравствуйте! В эфире Севастопольского телевидения новости. В студии Ольга Деменчук. И сегодня в программе. 22 года в строю. 6 декабря Вооруженные силы страны отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня состоялось торжественное собрание. Герои в своем отечестве. Они не раздумывая бросились на помощь девушке, на которую напал грабитель. Евгений Киселев и Алексей Василенко награждены милицией. На дворе холода для бездомных беда. Красный крест продолжает сбор вещей и продуктов питания для тех, кто лишен крова. Гуманитарная помощь приходит от севастопольцев. Духовно-нравственное воспитание. Город впервые встречает масштабную конференцию преподавателей этнических и религиозных дисциплин. Сегодня в преддверии дня Вооруженной силы Украины в Севастополе прошло торжественное собрание, посвященное 22-й годовщине создания армии нашего государства. В зале Украинского культурно-информационного центра собрались представители всех подразделений, дислоцирующихся в регионе, руководителя города, духовенства. В торжественной обстановке были сочетаны приказы о награждении лучших военнослужащих, вручены подарки и грамоты. 6 декабря 1991 года был принят закон о вооруженных силах Украины, положивший начало формированию Отечественной армии и флота. В преддверии очередной годовщины этого события в Севастополе прошло торжественное собрание. Поздравили военнослужащих и руководителей городской администрации и совета. Чиновники пожелали собравшимся с честью выполнять свой воинский долг. Вы потомки и последователи великих адмиралов флота. И именно на вас лежит двойной груз ответственности за честь города-героя Севастополя. Так будьте же достойны боевой славы наших предков. С гордостью несите имя Севастополь на своих знаменах. В этот день хочу поздравить вас с праздником. Желаю вам успехов в боевой подготовке и достойного несения службы на рубежах нашей Родины. Супруг Оксана Ушенко старшина команды связистов фрегата Гетман Сагайдачный. Корабль сейчас находится в Индийском океане, выполняя задачи в рамках антитеррористической операции. Женщина говорит, стойко переносит все сложности жизни жены военнослужащего. И как и другие члены семьи моряков, с нетерпением ждет возвращения мужа. Действительно, служба на фрегате это и почетно, и обязывает. Мы гордимся тем, что он там служит. Поздравил коллег и командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко, отметивший, что нередко перед обоими флотами стоят общие задачи по поддержанию мира в регионе. А потому, вне зависимости от политической обстановки, необходимо укреплять деловые взаимоотношения. К празднику военнослужащим гарнизона были вручены грамоты и присвоены очередные звания. От Фонда социально-экономического развития Севастополя были вручены денежные премии, а директор Павла Муссон Владимир Плотко преподнес подарок военным микроавтобус «Фольксваген». Завершило же мероприятие традиционным в таких случаях концертом. Олег Савченко, Сергей Баев, программа «Наше время». Сегодня Евгений Киселев и Алексей Василенко получили награды за мужество и отвагу. Простые севастопольцы стали случайными свидетелями преступления. Грабитель напал на девушку, отнял сумку, повалил на землю и начал душить. Не раздумывая, мужчины бросились на помощь незнакомке. Благодаря их мешательству девушка не пострадала, преступник был задержан и передан в руки правоохранителям. Дело происходило на проспекте Победы 11 ноября, приблизительно в 8 часов вечера. 23-летняя девушка Шифика Абдурахманова шла с работы и решила сократить дорогу до остановки через лесополосу. Там-то на неё и напал грабитель. В женской сумочке телефона ему оказалось мало. Он начал душить девушку. Грабитель, который душил меня, он уже начал вырывать сумку и сбегать. Не знаю, может, кого-то что услышал и уже начал просто бежать. Я уже поднялась и видела, что молодой человек кричал, что-то там остановись. Спасителями девушки оказались два друга – Алексей Василенко и Евгений Киселёв. Мужчины рассказывают, услышали женский крик и ни на секунду не раздумывая погнались за преступником. Слышал первый крик, второй, потом думаю, выйду, посмотрю. Он выскочил. Видим, парень срывается, девушка лежит, он с неё сорвался, начал бежать. Догнали его и задержали. Пока Алексей удерживал преступника, Евгений воспользовался телефоном и вызвал милицию. Алексей выскочил первый. В чём был, так и выскочил. Я уже с собой захватил и телефон мобильный и уже подбежал, когда он уже его задержал. Грабителем оказался ранее неоднократно судимый за подобные злодеяния жителя Лушты. За проявленное мужество спасения девушки и задержание опасного преступника Алексея Василенко и Евгения Киселёва отметили благодарностями от независимого милицейского профсоюза защита. К счастью, есть и неравнодушные граждане, которые не могут пройти мимо. И слава Богу, что город Севастополь не объединён такими героями. Пострадавшая девушка также не осталась без внимания. Ей вручили газовый баллончик. Шафика Абдурахманова говорит, она безмерно благодарна ребятам за свою спасённую жизнь. Не каждый бы осмелился противостоять преступнику. Благодарна этим людям, которые просто помогли мне в такой ситуации. Многие, наверное, бы просто не пришли бы на помощь. Страх после полученного стресса у Шафике Абдурахманова ещё не прошёл. Девушка даже днём боится ходить рядом с тем местом, где произошло нападение. А вот со своими спасителями она подружилась. Даже ходит к ним в гости. Елена Карнухова, Денис Александрович. Программа «Наше время». В Севастополе готовится к морозам и собирает сухие байки для мездомных. О начале ежегодной благотворительной акции объявил Красный Крест. Небольшие запасы тёплых вещей и продуктов питания уже есть. Это гуманитарная помощь людям без определённого места жительства от простых горожан, где будут расположены пункты выдачи зимней одежды для бездомных. Далее в сюжете. Красный Крест готов обогреть и накормить тех, кто не имеет крыши над головой. В подсобном помещении уже есть запасы зимней одежды, обуви и сухого пайка. Тёплые вещи и продукты питания сюда приносят неравнодушные севастопольцы, рассказывает Александр Коваленко. У нас зарезервирована тёплая одежда, у нас зарезервированы финансовые средства в количестве 1000 гривен, и зарезервированы у нас продукты питания. Но не продукты питания, а чай, сахар, и по необходимости мы будем приобретать хлеб. Выдавать куртки и ботинки бездомным сотрудники Красного Креста начнут в ближайшие дни. За вещами люди смогут обратиться на улицу Ластовая в район детской поликлиники и на Блюхера-7. Помимо этого, по словам Александра Коваленко, патронажные медсёстры будут дежурить в пунктах обогрева, которые в Севастополе традиционно разворачиваются в сильные морозы. Только в прошлом году Красный Крест накормил и обогрел 60 человек. За горячим чаем вместо помощи бездомные приходили по пропускам. Такая схема планируется и в этот раз. Мы их регистрировали условно, мы выдавали им членские билеты, и они приходили к нам для питания членским билетом. Это, с одной стороны, сэкономило наши средства, с другой стороны, мы отказали тем людям, которые дома сидят, ну, я имею в виду, проще говоря, выпивохам, которые раньше приходили и под видом бездомных, в общем-то, занимали их место. В Центре учёта бездомных лиц говорят, за 6,5 лет работы здесь скопилось почти 2000 личных дел. С начала 2013 года работниками структуры было выявлено 460 человек, не имеющих крыши над головой. 125 из них проживают в подвалах и на чердаках, 30 – те, кому улица, дом родной. С каждым годом в Севастополе число людей без определённого места жительства уменьшается, отмечает Александр Петин. Хотя у нас люди видят, что очень много появляется лиц в неопрятном виде, как правило, в нетрезвом. Хочу отметить, что эти граждане не все являются бездомными. Большая часть из них имеют и жильё, и определённые доходы в виде пенсии. Но люди ведут образ жизни такой. По словам Александра Петина, работники центра тоже будут посещать пункты обогрева. Их цель – выявить бездомных и оказать им правовую поддержку. А те, кто желает передать нуждающимся тёплую одежду и продукты, могут прийти по адресу. Улица Гоголя, 34. Общество Красного Креста продолжает сбор гуманитарной помощи. Ольга Деменчук, Наталья Бабкевич, программа «Наше время». Порой близкие родственники оказываются хуже злейших врагов. Причины раздора самые разные. Вот и на этот раз семья оказалась в ссоре. Причина – участок земли. У законной владелицы насильно хотят отобрать имущество. Мол, она гражданка России и никаких прав на землю в этой стране не имеет. Ситуацией разобрался Владимир Сорокин. Земельный участок Надежда Голубкова с мужем-офицером получили в далёком 1991-м, когда кооператив «Мираж» только формировался. Рассказывает, постепенно докупили ещё два надела. В итоге общий размер составил 24 сотки. Оформить недвижимость на своё имя помешал распад Советского Союза. В одночасье они с мужем оказались гражданами Российской Федерации и лишились права приватизировать землю в Украине. Выход нашёлся быстро. Часть взяли в аренду, а часть оформили на родную тётю, у которой в то время возникли разногласия с дочерью, рассказывает Надежда Голубкова. В результате 12 соток официально оказались записаны на родственницу. И в 2004-м она получила ГОСАК на руки. В 2004-м году получили приватизационную бумагу, и этот акт оставался у неё на руках. Я целиком и полностью человеку этому доверяла. И учитывая, что у неё была трудная ситуация, я предложила купить жильё, продать этот участок и купить жильё. После получения ГОСАК-то отношения между родственницами начали сходить на нет. Окончательный раскол наметился в 2009-м, говорит Надежда Голубкова. Тётя попыталась продать участок, но ей это не удалось. В 2011-м она переоформила 12 соток на внучку. Эта внучка с её мамой сюда недалеко, как две недели назад, появились в оскорбительной совершенно форме. В присутствии рабочего, который у меня, начали кричать, что это их территория, что они сейчас загонят бульдозер и снесут вот этот дом, который ты построил. Уезжай отсюда, чтобы тебя здесь не было, мы вернёмся вот домой, ночью тебя вообще в живых не станет. Соседка Надежды Голубковой вспоминает, даже предположить не могли, что участок официально оформлен на кого-то другого. Периодически ей помогала её тётя Раиса Ивановна, которая всегда говорила, «Ой, пока Наденьки нет, я здесь присмотрю, я здесь вот она купила, я подвезу какой-то там кустик». И разговоры о том, что это тёте вообще может принадлежать или кому-то другому, кроме Надежды Александровны, вообще не было речи об этом. Бывший руководитель кооператива Пётр Ищенко рассказывает, в отсутствие Надежды Голубковой всеми работами на участке и вправду ведала её тётя, но ссылалась она при этом на племянницу. По всей информации, которую я обладал, является хозяином этого участка Надежда Александровна. И Раиса Ивановна всегда ссылалась на то, что вот даже забор, я организовала работы, вот Надечка пришлёт деньги и давайте продолжать, то-то, то-то. Ну, в общем, всё ссылалось на Надежду Александровну, что финансовые вопросы идут через Надежду Александровну. Все свидетели в один голос уверяют, тёткину дочку и внучку видели всего пару раз, и то после того, как отношения в семье разладились. Дочку и внучку я никогда не видел, вот только когда пошли скандалы. Валентина Янковская говорит, знакома с Надеждой Голубковой ещё со времён, когда их мужья были курсантами. Женщина рассказывает, заподозрила неладное задолго до получения госакта. В последнее время вот было заметно, что она что-то вот у себя на уме крутит-вертит. Я даже мужу когда сказала, я говорю, ты знаешь, ведёт она себя не очень прилично. В надежде получить комментарий второй стороны конфликта, мы отправились к родственникам Надежды Голубковой. Уже уходя от квартиры, мы встретились с тётей Надеждой Голубковой, но общаться с нами женщина отказалась. Она никто, она житель России. Надежда Голубкова сетует, как не хотелось уладить всё миром, но теперь вопрос семейно-имущественных взаимоотношений придётся решать в суде. Владимир Сорокин, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». 16 декабря из нейрохирургии выпишут Алину Стародубцеву. Здесь и сделали сложнейшую операцию на позвоночнике, чтобы отправить девушку на реабилитацию в САГСкий санаторий. Путёвку Алине предоставили председатель администрации Владимир Яцуба и Фонд социально-экономического развития Севастополя. Сейчас пациентка проходит физиопроцедуры и готовится к выписке. Трагедия случилась 18 апреля 2012 года, когда на Алину Стародубцеву во время урагана в Симферополе упало дерево. С множественными переломами девушка была доставлена в местную клинику, но оперативное вмешательство, проведённое там, не помогло. В прошлом месяце уже в Севастопольской горбольнице номер один процедуру повторили. Была проведена сложнейшая восьмичасовая операция по замене конструкции в позвоночнике, и Алина пошла на поправку. Сейчас она чувствует себя хорошо и говорит, что улучшения заметны каждый день. Ко мне приходит реабилитолог, мы с ним занимаемся. Вот уже вся больница знает, как мы по коридору ходим с ходунками. Вот мама моя принесла сюда ходунки специальные. Я сама на них, к сожалению, вставать не могу, но вот мой врач-реабилитолог их держит, я в них встаю, и с его помощью вот мы ходим по коридорам. А все ходят мимо и говорят, ничего себе, вот это вы ходите, у вас такой прогресс уже. С дочкой постоянно находится ее мама Инна Стародубцева. Она до сих пор с волнением вспоминает события после операционного периода и те чувства, которые ей самой довелось тогда пережить. Операция была очень страшная. Я не выходила практически. Я молилась, я молилась у святителя Луки. Я верила, что все будет хорошо, но как мать, конечно, мне было очень страшно. То есть самое страшное сейчас позади. Очень, конечно, очень мы, в общем-то, полюбили как человека и верим в его огромное блестящее будущее. Смоленинова Сергея Игоревича, депутата, как Алина сказала, Белика Дмитрия Анатольевича. То есть люди неравнодушные, люди очень хорошие. Несмотря на боль и тревогу, девушка не падает духом, а говорит об этом испытании с улыбкой. Алина отмечает, такая операция была бы невозможной без помощи огромного количества людей. В первую очередь я, на самом деле, конечно, благодарна тем людям, которые еще до операции помогали мне финансово. Скидывали кто сколько мог на карточку, кто буквально 5-10 гривен, кто больше, это не важно. Самое главное, что люди, они сплотились, они не остались равнодушными, узнав мою историю. Огромное спасибо я хочу сказать и Владимиру Яцубе. Безмерно огромное спасибо Павлу Валентиновичу Лебедеву. Реабилитационный период в Первой горбольнице для Алины Стародубцевой подходит к концу. Сейчас девушка ежедневно проходит специальные процедуры в травматологическом отделении. До конца следующей недели проводим еще и курс нейростимуляции медикаментозной и физиотерапевтической. И после чего Алина поедет в САКе, в санаторий имени Пирогова. Для нее, наверное, сегодня это уже после перенесенной операции, после медикаментозного, является наиболее важной проблемой, наиболее приоритетной в ее дальнейшем восстановлении. Ожидается, что на лечение в Центральный клинический САКский санаторий, который также носит имя великого русского хирурга Николая Пирогова, Алина отправится на полгода уже 16 декабря. Еще через многое предстоит пройти, чтобы встать на ноги. Но мужество самой девушки и поддержка родных и друзей должны помочь ей в этом преодолении. Святослав Данилов, Виктор Кислицын, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время». Сегодня, накануне Дня местного самоуправления, в культурном комплексе «Корабел» чествовали народных избранников Нахимовского района. На мероприятие отметили самых активных и подвели итоги за год, а также рассказали о предстоящей реформе административно-территориального устройства. День местного самоуправления отмечается в Украине ежегодно 7 декабря на протяжении 23 лет. В зале собрались депутаты всех уровней, районного и сельского советов, а также активисты уличных и квартирных комитетов. Нахимовский район занимает первую позицию по количеству органов соорганизации населения, а их сотрудничество с властью города дает импульс во всех сферах развития Севастополя. Район развивается. Мост где построили? У нас в районе. Где открыли только что поликлинику семейного типа? У нас в районе. Где отремонтировано ветеранское отделение в третьей городской больнице, у нас в районе. Где строится объездная? Через Максимку. К нам на Дергачи. Где, в каком районе есть столько положительных моментов. Это показатель того, что все органы власти работают в районе, они есть, они состоялись. Сейчас Севастополь готовится к реформе местного самоуправления. Концепцию развития будут принимать до 2015 года, а к 2020-му город выйдет на этап принятия преобразования административно-территориального устройства. Свои предложения обещают внести и Ирина Батайкина к работе депутата. Районного совета она посвятила 16 лет жизни и не представляет, что было бы, если бы это звено убрали из вертикали власти. Разрыв между нашим обыкновенным жителем и государственными структурами был бы намного-намного глубже, потому что депутат именно местного совета, именно районного совета является той связующей ниточкой, которая облегчает человеку обращение по различным вопросам. На мероприятии подвели итоги работы за год, вручили грамоты лучшим, а творческие коллективы культурного комплекса «Корабел» подарили народным избранникам праздничный концерт. Александр Толкачев, Денис Александрович. Программа «Наше время». В Доме офицера Черноморского флота прошло собрание, посвященное 72-го годовщине контрнаступления советских войск под Москвой и Дню воинской славы России. В торжествах приняли участие городские власти, представители флотов, ветераны. Выступающие отметили значимость битвы за столицу, ведь контрнаступление придало сил советским войскам в победе над врагом. Москва чтит своих защитников, и данное мероприятие проводится на протяжении совосуществования этого Москвы и Севастополя. До этого проводилось еще силами флота. В настоящее время в Севастополе осталось живых 11 защитников Москвы. Из года в год Москва выделяет материальную помощь к 9 мая и к 5 декабря. Как отвлечь ребенка от жестоких боевиков, виртуальных игр, желтой прессы и безнравственных реалити-шоу, а вместо этого воспитать молодежь духовную и всесторонне развитую? Решить такую проблему в Севастополь съехались педагоги со всего Крыма. Город впервые встречает столь масштабную конференцию преподавателей этнических и религиозных дисциплин. В холле Дворца детского и юношеского творчества многолюдно и шумно. До начала конференции педагоги обсуждают с коллегами темы своих докладов. В основном все они касаются нравственного воспитания, начиная с детского сада и заканчивая вузом. Без нравственности, без возвращения нравственных устоев христианства трудно создавать условия для нормальной демократической страны. Марина Пухжакова на конференцию приехала из Ялты. Преподаватель воскресной школы отмечает, нравственность в детях нужно воспитывать с самого раннего возраста, а потому готова поделиться с крымскими коллегами опытом преподавания этических и религиозных дисциплин. Все начинается с семьи. То есть о том, из того, какие основы были заложены в семье, так и ребенок к этому относится. Если ребенку об этом уже расскажут в школе, то вполне возможно, что вслед за ребенком и родители придут в церковь. На конференцию съехались педагоги со всех уголков полуострова. Место проведения наш город выбрали не случайно, как перекресток культур и колыбель христианства. Мы хотим познакомить наших учащихся, наших детей с той историей, богатой историей. Христианской историей, тысячелетней истории, которая есть в нашем народе. Учебные планы, предметы духовно-нравственного содержания, которые охватывают области этики, религиозной культуры и истории, ввели еще в 2005-м. Сейчас же главная цель, которая стоит перед участниками конференции – расширить рамки и дать ребенку достаточно знаний, чтобы из разнообразия религий и культур он мог выбрать ту, которая ему ближе, и самостоятельно сформировать свою точку зрения. Александра Тлукачева, Денис Корвель, программа «Наше время». Ищем таланты. В конференц-зале «Адмирал» состоялся день IT-карьеры. Мероприятие проходит в рамках проекта привлечения прямых иностранных инвестиций в Севастополь. Оно представляет собой ярмарку вакансий, где выпускники городских вузов, студенты и молодые специалисты в этой сфере могут стать работниками компаний, которые специализируются на IT-технологиях. По словам организаторов, цель подобного форума – популяризация отрасли информационных методик среди молодежи. Ожидается участие порядка 300 студентов в вузах Севастополя, связанных с IT или около IT-шной отрасли. У ребят будет возможность пообщаться с компаниями. Представители IT-бизнеса расскажут о своих последних проектах, о том, чем живет сейчас IT-бизнес, куда он движется, в какую сторону направляется. Также студенты смогут заполнить свои анкеты и реально встать в список, попасть в базу данных соискателей севастопольских IT-компаний. Подарим детям сладкий праздник. Сегодня отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Севастопольские волонтеры организовали благотворительный вечер для ребят из многодетных семей Гагаринского района. Юные поколения поздравили представители райадминистрации и совета. Также детям показали танцевальные и акробатические номера. По завершению концертной программы для приглашенных организовали сладкий стол. Основная цель этого мероприятия – это заявить о том, что и привлечь внимание общественности к тому, что у нас есть такой праздник – Международный день волонтера. Побудить совершать волонтерские поступки, добрые дела граждан, жителей города Севастополя, участников мероприятия. Ну и развитие творчества молодежи, тех ребят, которые сегодня здесь будут выступать, привлекать к творчеству тех зрителей, которые сегодня увидят выступления творческих коллективов. Я часто являюсь ведущей благотворительных концертов и волонтером. И считаю, что если каждый из нас сделает счастливым хотя бы одного человека, то на земле все будут счастливы. И это была последняя информация нашего выпуска. Всего вам доброго и только хороших новостей. До свидания. Уже около трех лет предприятие объединения граждан АВК «Плюс» сети аптек АВК города Севастополя проводит долгосрочную акцию оказания помощи инвалидам Великой Отечественной войны первой и второй групп. Вы хотели бы вас благополучить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, дорогие, девочки. Спасибо большое. Спасибо. На протяжении этих лет через Совет ветеранов Севастополя 30 человек инвалидов ежемесячно получают необходимые медицинские препараты, средства санитарии и гигиены. Давали бесплатно лекарства, очень нужные. А сейчас вот уже он четыре года не ходит, мы получаем памперсы. А нам они просто необходимы, потому что он уже не встает. А он воевал четыре года, дошел до Берлина. Рейстак не брал, но в Берлине был. А это пусть небольшая, но материальная и моральная поддержка тех людей, которые воевали, защищали наш славный город-герой. А сколько вам сейчас лет? Скажите, пожалуйста. Мне сейчас 98 лет, а 1 мая будет 99. Да вы что? А вы нас на 100 лет приглашаете на 100 лет? Не знаю, я бы хотел дожить хоть до 1 мая, когда мне исполнится 99. Доживете? В канун Дня инвалидов сотрудники сети под торговым знаком аптека АВК с подарками пришли в дома и семьи ветеранов. Узнавали, как живут, в чем нуждаются люди преклонного возраста с ограниченными физическими возможностями и какую еще помощь и поддержку хотели бы получить. Заботу, внимание со стороны сотрудников компании по достоинству ценят и одобряют родственники ветеранов. При необходимости аптека АВК – это пункт первой помощи. Ее знают, связь поддерживают. Очень приятно, что есть такие люди, которые заботятся о нуждающихся, так сказать. Огромная благодарность руководству АВК за такую помощь, тем более, что очень важно, что она происходит постоянно. То есть на протяжении уже нескольких лет, года три, по-моему, мы получаем эту помощь. Это часть той коллективной ответственности, которую осуществляет компания на протяжении уже многих лет и не остановится на достигнутом. Наталья Шульга, Елена Корнаухова, Олег Ивашенко, Денис Александрович. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова